Я воспринимаю слова сегодня Путина по-другому. Для меня они звучат, те 25-летние давности, как пророчества, потому что он сам тогда подтвердил то, что произойдёт, и я думаю, уже в скором времени, а именно Россия поплатится за свою агрессию, за кровавую войну, которую она ведёт против Украины, тем, что она перестанет существовать на карте мира, как сегодняшняя территориальная единица. То есть там начнутся процессы, там начнётся распад, гражданская война и всё то, что, собственно говоря, Путин тогда сказал, да, он предсказал, он сам привёл Россию к этому состоянию. Заманчиво ли для меня звучат слова «Россия перестанет существовать и распадётся»? Конечно, заманчиво. Конечно, я понимаю, что этот медведь должен быть расчленён. Но Запад-то этого не хочет. Но как мыслит Запад? Он всегда так мыслил. Я же помню хорошо 1991 год. В Киев приехал Джордж Буш, президент США, произнёс свою знаменитую речь в Верховной Раде. Смысл её сводится к тому, что, ребята, всё, что угодно, только не распад Советского Союза, только не выходите из СССР. То же самое говорила Маргарет Тэтчер. А на этих людях держалась вся, в общем-то, антисоветская политика. Всё, что угодно, только не распад Советского Союза. Точно так же они мыслят сейчас. Всё, что угодно, только не распад России. Объяснить это легко. Они движимы рациональным подходом. У нас есть одна Россия, очень централизованная, с такой мощной вертикалью власти. И у нас есть один Путин. И мы понимаем, с кем имеем дело. У нас есть контакт. Мы всё время находимся в контакте. Поэтому чего мы боимся? Мы боимся неконтролируемого... Не распространения, а неконтролируемого... В общем... Использования ядерного оружия. Не использования, нет. Перемещения. Неконтролируемое перемещение ядерного оружия. То есть, если сегодня у нас есть одна страна с одним Путиным, мы эту страну понимаем, мы её не любим, но мы её понимаем, и у нас контакт с Путиным, то если завтра там будет 30 стран, и непонятно, в какой из них, где будет ядерное оружие, мы сойдём с ума. Потому что с кем имеют дело, как имеют дело, 30 стран и так далее. Понимаешь? То есть, понять их можно. И они делают всё. Для того, чтобы Россия не распалась. Они являются гарантами сохранения Путина у власти. Плохие слова говорю, но это правда. И они делают всё для того, чтобы Россия не проиграла. То есть, чтобы не было российской катастрофы в виде такого ощутимого, сокрушительного военного поражения. То есть, мы бьёмся, и они нам помогают, но помогают до той черты, где речь может идти о военном поражении России. Вот тот пас. Потому что боятся неконтролируемого распада. И в этом вся проблема Запада в результате и наша. То есть, если бы они, Запад, были последовательны, если бы они дали нам то, что надо, 2-3-4 недели, и от России нет камня на камне. 2-3-4 недели, и всё. И вопрос закрыт. И перестали гибнуть наши ребята, наши воины. Всё. Нет. По чайной ложке. Так, чтобы ни в коем случае не сокрушить Россию военным путём. По чуть-чуть. Мы же вам не даём проиграть. Но мы вам не даём и победить. К сожалению, это так. А я тебе скажу. Историческую закономерность не в силах остановить никто. Запад тоже не хотел, как ты правильно заметил, распада Советского Союза. И делал всё, чтобы он не распался. Но он-то распался, потому что историческая закономерность была запущена. То же самое сейчас будет с Россией. Немножко другая ситуация. Советский Союз уже лежал, стоял на коленях, уже почти полулежал. Он был раздираем жуткими межнациональными, межэтническими, экономическими противоречиями. В магазинах не было жратвы, не было мяса, не было молока. Стояли огромные очереди. Люди были раздражены, раздосадованы, агрессивны. И так получилось. Центр был слаб. Горбачок был очень слаб. И в это время собрались три человека, которым хватило политической силы, смелости и влияния подписать Беловежские соглашения. Я тут ас в этом плане, потому что, ты знаешь, я сделал многочасовые интервью с непосредственными участниками развала Советского Союза. Кто хочет, посмотрите документальный фильм, как развалили СССР. Пять или шесть часов там все есть. Тогда сложилась ситуация. Сегодня мы ее не видим. То есть, нет слабого центра. В России крайне сильный центр. Вертикаль власти работает как часы. Все строится на грубой силе. Сажают вообще за все, что угодно. За посты в соцсетях, за перепост в Гордона. Людям дают по пять-шесть лет. Понимаешь? Все построено на страхе. Тогда страх ушел. Благодаря политике перестройки гласности страх ушел. А страх цементировал советское общество. Вот сегодня страх цементирует российское общество. И, наконец, нет тех трех человек, которые взяли бы на себя смелость. Тем более, да кто соберется. Да их тут же расстреляют к черту. И на этом закончится. А тогда Горбачев не сделал этого. И уже и не мог это сделать. Но при этом, это же твои слова о том, что Россия все равно развалится. И Россия проиграет. В этом-то, Олеся, самое интересное. Да, я считаю, что Россия развалится. Вот теперь самое интересное. Видишь, я как бы себя опровергал, а теперь я подтверждаю. Россия, безусловно, развалится. Развалится вследствие внутренних противоречий, которые начнутся после военной победы Украины. Верю ли я в военную победу Украины? Если о ней говорю. Конечно, да. Почему я об этом говорю? Потому что вся логика событий, вся кармическая история, вся великая закономерность, которая существует, она руководит, знаешь что? Всеми нами. И людьми, и народами, и государствами руководит закономерность. Верю в неё абсолютно. Поэтому всё это, безусловно, приведёт к распаду этой недостраны. Когда? Главный вопрос. Может быть, знаешь, вот-вот. Это может произойти просто вот так. Раз и нет. Это может произойти позже. Но это произойдёт неминуемо. Нет другого варианта. Искусственное образование, которое управляется страхом, обречено на распад. Ты несколько раз упомянул фамилию Собчака. Я не знаю, видел ты или нет. Я отрывки смотрела. Видел, видел. Видел. Я понимаю. Кроме как позорище, я это по-другому назвать не могу. Собчак, дочка Собчака, собственно говоря, помощница Путина во всех его преступных делах. Взяла интервью у Протасевича. Как же его назвать? Ну, заложник Лукашенко, наверное. Ну, изломленный, изломанный парень. Да, который под давлением согласился работать на режим Лукашенко. И вот мало того, что вот это такое странное интервью, когда вот неудобно становится за неё, за всю ситуацию. И тут ещё и заходит в студию вдруг вот этот Озарёнок, да? Это его фамилия или это кличка? Это фамилия, да. Это Озарёнок, у него фамилия такая? Да, да, да. Да. Ну, вот этот Озарёнок, как это, Микросоловьёв, да, Лукашенковский, заходит в студию. Нет, Соловьёв по сравнению с Озарёнком это Сократ и там кто угодно в одном лице, потому что Озарёнок это просто дебил. Чистый дебил. Посмотри на его лицо и послушай, что он говорит. Дебилы выглядят предпочтительнее, чем Озарёнок. Ну, я, я кое-что мне попадалось в ленте, и я когда первый раз вот его скролила, я думала, что это юмористический номер, что просто... Скролила? А? Скролила? Да. Что это такое? Надо говорить Зайцело. Тебе виднее, наверное, ты так и делаешь. Я думала, что это какой-то комик, то есть, что это юмористический номер, стендапер, стендапер, ну, серьёзно, ну, я, а потом я узнала, мне белорусы говорят, да, ты что, это он на полном серьёзе задвигает, то есть, на центральном белорусском телевидении. Я говорю, боже, бедные белорусы, то есть, что вообще происходит? Ну, это реально, то, что ты сказал, он выглядит, ну, как чистый идиотизм. А над ним даже Лукашенко ржёт, потешается, чистый дебелёнок такой, да. Что ты скажешь об этом интервью? Для чего они сейчас его запустили? Ну, смотри, Роман Протасевич, человек, который возглавлял «Нехта», да, появился этот, ты помнишь, портал «Нехта». Телеграм-канал. Телеграм-канал, когда в Беларуси были протесты в 20-м году против Лукашенко массовые, да, и телеграм-канал «Нехта», он как бы возглавлял эти протесты фактически, и Протасевич стоял во главе этого телеграм-канала. Я тогда сделал с ним большое интервью, помнишь, с Протасевичем? Оно набрало там миллионы. Ну, закончилось чем? Этот парень летел со своей девушкой, россиянкой, ее фамилия Сапега. Они летели в самолете, и самолет посадили, они летели на территории Беларуси, и самолет посадили принудительно в Беларуси, Райан-Эйр. И парня упекли в тюрьму, девушку тоже, там с ним, видно, поработали. Я его даже не хочу осуждать. Я думаю, к нему применили пытки, и все, он слился и сдулся, и все, и стал ручным, его выпустили из тюрьмы, он прославляет Лукашенко, белорусский режим теперь, ну, все, ручной парень. И Собчак поехала к нему и брала у него интервью на фоне озаренка еще, добеленка. Ну, это кошмар. Ты знаешь, у каждого человека всегда есть выбор. Выбор был и у Ксении Собчак. Она могла уехать из Москвы. Она богатый человек, богатая девочка, у нее много денег. Могла уехать из Москвы в любой условный Дубай, Вашингтон, Нью-Йорк, Женеву, Прагу, Вену, там, Лондон, куда угодно. И она прекрасно себя чувствовала. И финансово она любит деньги, и финансово в том числе. Потому что, если бы она была на стороне добра и делала свои материалы, репортажи с точки зрения добра и справедливости, но ей цены бы не было. Мало того, если бы она вообще заткнулась и ничего не говорила, ну, испугалась, ну, еще что-то, деньги, которые у нее есть, позволили бы ей безбедно существовать в любой стране. Да ее бы поддержали, ее бы не оставили в беде. Понимаешь? Вот смотри, пример человека, который с ней из одного города, Александра Невзорова. Он же уехал, чем был, и все оставил в Питере, и живет в другой стране, и говорит правду, и рискует с жизнью. Это его выбор, и мы не можем не уважать этот выбор. Что выбрала Собчак? Она выбрала золотую клетку. Она наступила на горло всему, чему можно наступить, и служит Путину. Но если проанализировать весь ее путь, она всегда служила Путину, потому что Путин и есть ее семья. Путин, который, как утверждают специалисты, убил ее отца, и есть ее семья. И она ему служит. Служит верно. И все, что она делает, это отвратительно и уродливо. Это уродливо. От нее, знаешь, от нее ждали свободолюбие, а может ее нутро другое. Это как Познер. Все ждали, сейчас Познер скажет. Что он скажет, если он всю жизнь с КГБ? Что он может сказать? По поводу того, что вокруг Путина происходит, вот ты анализируешь, когда прилетят эти черные лебеди. Вот The Moscow Times пишет, что Шойгу наказан и дело может дойти до его ареста. Путин не прощает унижения. Шойгу не смог продащить в Москву качество сенатора Атывы Цаликова свою правую руку личного пиарщика и многолетнего ближайшего соратника. Цаликов почти 12 лет отработал замом Минобороны и уволился сразу после отставки патрона в мае 2024 года. Первым замом это правая рука Шойгу. Да, СМИ со ссылкой на источник пишет, что Шойгу якобы озвучил кандидатуру Цаликова в разговоре с Путиным. Шойгу и Цаликов считали, что вопрос согласован, однако назначение так и не было рассмотрено. Ситуацию мешались противники Шойгу. Сейчас идет аппаратная борьба, Цаликов еще, возможно, будет назначен, но это не точно. И вот собеседники говорят, что Шойгу вообще может быть арестован, потому что огромное количество уже его людей, они арестованы. Олесь, опять-таки, чтобы понять суть поступков и суть логики мышления, надо стать на место человека. Давай станем на место Путина. Поганое место, но тем не менее, мы же хотим его понять. А сейчас мы хотим понять суть происходящего с Шойгу. Вот смотри, вот Путин, да, Шойгу его ближайший друг, ближайший. Они вместе уединяются в тайге, ездят туда, говорят там с какими-то шаманами трутся, какие-то жертвоприношения приносят там баранами или чем еще. Я в это не особо верю, в эту чертятину, но тем не менее. Они близкие люди с Шойгу, близкие. Шойгу руководит армией. Путин задумал покорение Украины. Шойгу был один из тех немногих лиц, которые были непосредственно посвящены в этот преступный план. И Шойгу заверил Путина, безусловно заверил, мы это понимаем, что с Украиной будет покончено за считанные то ли дни, то ли месяцы. Потому что наша армия сильна как никогда, потому что мы победим, потому что мы русские, с нами Бог и Богородица. Все. ведь Путин, когда пошел войной, большой войной на Украину, он же получил гарантии, он же не мог не получить, но представь ты Путин, тебе докладывают, значит, Шойгу говорит, армия готова, и Герасимов, еще один мудила, армия готова, докладывает наверняка Бортников, Патрушев, ФСБ готово, настроения изучены, украинцы ждут, Зеленский не способен к сопротивлению, армия небо и готова, население ждет Россию, докладывает Медведчук, главный по Украине, внутри Украины, Владимир Владимирович, я условно говорю, плюс-минус, Владимир Владимирович, работа проведена громадная, население ждет, Украина должна быть вся захвачена, у нас там все под контролем, все ячейки, все тут же будет, все ок, и Путин идет, но он же должен был перед нападением проконсультироваться, не проконсультироваться, получить гарантии от людей, отвечающих за направление, конечно, Шойгу был ключевой фигурой, министр обороны и Герасимов, начальник генштаба, то есть, эти люди возглавляют армию, и они сказали, мы готовы, ну готовы, все, начинаем, начали, и Киев за три дня провалилась, Украина за пару месяцев провалилась, они же парадную форму с собой в танках тащили, они же парадно крещатики хотели, это же ужасное унижение для Путина, что он послушал этих тварей, как он их, он ненавидит их, безусловно, всех, идем дальше, захватили города крупные, Херсон захватили, Харьковская область, потом и оттуда пришлось уйти, и конечно, как бы ты не дружил с Шойгу, но начинается поиск виноватых, и конечно, он говорит своим ФСБшникам, нас надули, это его любимое слово, обманули, надули, кинули и так далее, нас надули, а ну разберитесь, что происходит, и ФСБшники начинают разбираться с верхушкой армии, и оказывается, что масштабы воровства такие, о которых никто даже не предполагал, ну, давай скажем так, конечно, Путин лично непосредственно участвовал в разворовании российской армии, ну, глупо не понимать это, то есть, ведь перед Шольгу министром обороны был Сердюков такой, который тоже не служил ни дня в армии, а был директором мебельного магазина в свое время, это был человек, которому Путин поставил задачи распродать военные городки, там, распродать то, то, то и тот, как коммерс прекрасно с этим справился, но мы же понимаем, что когда они распродавали и извлекали выгоду, львиная доля уходила наверх, мы же не думаем, что Шойгу и его генералы, получив 100 рублей, грубо говоря, присваивали эти деньги себе, ну, конечно же, они оставляли себе проценты, так было договорено, так всегда и делается, они оставляли себе проценты, каждый знал свой процент, но главная доля уходила туда наверх Путину, и ФСБ, и всем, это круговое мародерство, круговое воровство, так в чем же проблема, а проблемы две, во-первых, воровали не по чину, то есть, я думал, вы воруете там тысячу рублей, вы воровали сто миллионов, и мне не заносили долю, это первая проблема, а вторая проблема, мы же не договаривались, что это так ударит по боеспособности, что армия окажется не готовой, вот две проблемы во взаимоотношениях между Путиным и Шойгу, Шойгу за долгие годы руководством Министерства обороны усадил на все ключевые посты своих ставленников, Цаликова, Иванова, как этого, Садовенко, там бабу эту, красивая видна баба, когда-то была Шевцова, замом министра сделал генералом, там все через одно место везде шло у них тоже, поусаживал всю свою шоблу, в том числе и Тувинскую, которую знал по работе в Туве, и они мощно присосались к огромному бюджету, выделяемому на армию, они стали все долларовыми миллиардерами в Кубе, а не в квадрате, но Путин рассуждает, ну все это ладно, вы же и мне давали, я все понимаю, но как вы, суки, армию так распродали все, что формы нет, связи нет, БПЛА нет, ботинок нет, бронежилетов нет, касок нет, ну вы сука, совесть имеете как-то, вот в чем основная проблема, что будет в Шойгу, ну смотри, пересажали ближайшее окружение, там один Цаликов остался, думаю, что до него тоже дотянутся, безусловно, все они дали показания на Шойгу лично, ну безусловно, тут гадалки не ходили, что будет в Шойгу, посмотрим, как, что развернется дальше, если будут какие-то глубочайшие потрясения, Путин его сделает крайним, его, Шойгу, и объявит народу, вот это они все, и народ скажет, Путин-то добрый, хороший, Путин-то святой, а эти за его спиной, Путин найдет виновных, предъявит народу, и упечет виновных на 25-30 лет в тюрьму, это вариант один, вариант второй, так Шойгу до своего 70-летия доковыляет, в следующем году 70-летие уйдет в отставку с поста секретаря Совета Безопасности, и на этом все закончится, будет доживать свой век на подмосковной дачи. Ну все, уберу, оставит.